Дорогие друзья, здравствуйте, 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 всех вас с прекрасным сентябрьским утром, первым после осеннего равноденствия. Итак, наступила астрономическая осень, позвольте вас с этим поздравить. Я хочу в честь этих выходных рассказать одну очень романтическую историю, которая касается гинопроекта «Россия с нами не пропадет», на которой мы сейчас подаем документы на прокатное удостоверение. Почему? Потому что эта история, волю судью, попала в промоционные материалы, как пример того, что может сделать сильная и умелая юная девушка. История касается того, как в один прекрасный день, во время чемпионата мира 2018 года, сотрудники одного из бразильских телеканалов, а именно телеканала ESPN, поприсутствовали на матче двух женских футбольных команд «Мегаполис» и «Азиаголд», каждый из которых был участником проекта «Россия с нами не пропадет». Сотрудники этого бразильского телеканала сделали достаточно качественный репортаж о матче товарищеском между командой «Мегаполис» и командой «Азиаголд». Кстати, в кадр этого репортажа вы увидите попали и Мария Волкова, капитан «Мегаполиса», и Елена Мордаева, капитан «Азиаголд», вы это все увидите. И, что самое интересное, как лично у меня создалось впечатление, обе эти команды получили приглашение в Бразилию. Ну и еще, что самое характерное, как вы увидите в этом телерепортаже, очень четко сакцентировано внимание именно на любительском характере этих команд, так как для всех девушек названа их профессия. Всех девушек попросили назвать их профессию. Этот репортажный материал ваш покорный слуг видел довольно-таки давно, но он как-то не особо акцентировал внимание на вопросе происхождения этого материала. А оказывается, инициатива создания этого материала, то есть непосредственно приглашения сотрудников этого бразильского телеканала, исходила от девушки лезгинской национальности Фариды Нерзибалаевой. И вот тут уже начинаются очень интересные вещи. Сейчас она пребывает с гуманитарной миссией в Африке. Одна из ее подруг по команде по имени Наталья сказала, что с годами этот материал все больше и больше и больше входит в историю. И вообще трудно где-либо найти на каком-либо из YouTube-каналов, на каком-либо из видеохостингов, в какой-либо из социальных сетей. Поэтому ваш покорный слуга, считая этот материал очень ценный, принял решение дать этот видеоматериал в плейлисте «Россия с нами не пропадет». Это еще раз одна иллюстрация того замечательного тезиса, что футбол не имеет национальности, и что прекрасная и умная девушка в цветущем возрасте способна на многое, в том числе и прежде всего на установление плодотворных контактов между странами, народами и континентами. Можно ли считать в свете данного случая, что дорога нашему российскому любительскому творческому футболу пробита в Бразилии, вам, собственно, решать? Мы специально даем этот репортаж в оригинале, не давая никакого перевода с португальского языка на русский, с из соображений соблюдения подлинности. Итак, ваше мнение, уважаемые зрители, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Essa imagem não é muito comum em Moscou. Uma mulher, ainda mais jovem, dirigindo um táxi. Farida é do Daguestão, especialista em medicina esportiva. Dirige um táxi em Moscou para ajudar financeiramente a mãe e a irmã. Sem estresse. Conduzir passageiros para ela é uma grande diversão. Ainda mais em clima de Copa do Mundo. O chaveiro do Vasco da Gama é um presente de um torcedor brasileiro. Mas hoje, as corridas se encerraram. Ela estaciona o carro, pega a mochila e se encontra com as companheiras de Megalopoli, um time de futebol feminino de Moscou. Farida diz que a infância dela não foi fácil, sofreu muito. A mãe criou os filhos sozinha, uma referência para ela. Por isso, na vida, gosta de desafios. Fazer coisas que as mulheres, às vezes, não fazem por algum tipo de receio. Isso mudou a vida dela. O futebol tem mudado a vida destas garotas. Hoje, o Megalopoli, time da Farida, vai enfrentar o time Asian Gold. Como explica a capitã Yelena, o time dela surgiu recentemente com a missão de unir as comunidades asiáticas da Rússia em Moscou. E o time só cresce. Farida é a atacante do Megalopoli, algo que ela nunca imaginava até pouco tempo. Ela diz que nos últimos dois anos, muitas garotas começaram a jogar futebol em Moscou. Ela começou faz pouco tempo, mas viu que quando se tem desejo e gosto pelo esporte, pode se fazer de tudo. E assim, com esse espírito, estão aqui hoje meninas com todos os tipos de profissão. Como a economista Iana, a Alexandra, a atriz, a engenheira Tatiana, a microbióloga Natasha, a produtora e designer Yelena, a física nuclear Ekaterina. E tantas meninas que têm no futebol uma parte importante da vida. Em campo, muita disputa. Jogo pegado e gols. Se já existia toda essa animação pelo futebol, imagina com a Copa do Mundo sendo disputada aqui na Rússia, na casa delas. Farida diz que acompanha os jogos pelo celular. Enquanto está trabalhando no táxi, ela até fica envergonhada por não ter acreditado na seleção da Rússia. Mas além de vencer os jogos, o time jogou muito bem. Nathier também ficou surpresa. Está toda orgulhosa. Nunca havia visto a seleção russa jogar daquele jeito. Maria diz que foram muitas surpresas na Copa. Lembra do jogo em que o Japão venceu a Colômbia? E também a eliminação do Brasil, que ela achava que iria muito longe nesta Copa. A favorita para vencer a Copa? Elas são unânimes. France. O Megalópolis venceu o jogo. Com direito, a gol da Farida, que amanhã volta para o táxi. Ela comemora. Está tendo muitas experiências legais nesta Copa. Conhecendo muita gente. Está se divertindo. Vendo jogos. Ganhando dinheiro. Eu ganho dinheiro e, ao mesmo tempo, eu gostei. É o espírito da Copa do Mundo. Ajudando a fortalecer o futebol na Rússia. A paixão destas meninas.